Доброе утро, страна, в эфире Женакун на календаре 26 декабря, понедельник. Мы рады встретить вместе с вами этот замечательный, позитивный день. Целый год мы рассказывали о нужных, важных профессиях. О пожарных и каскадерах, о врачах и актерах, учителях и полицейских. Благодаря нашей программе вы узнали даже о том, как готовится к встрече Нового года сам Дед Мороз. Ну а сегодня героиней нашего материала стала его любимая внучка Снегурочка. Она всегда помогает доброму волшебнику, и без нее огоньки на елке никак не хотят загораться. Еще больше интересных фактов из жизни этой сказочной красавицы готовы рассказать наши корреспонденты прямо сейчас. Дед Мороз и Снегурочка создают атмосферу радости и веселья. Чтобы праздник прошел на ура, главные герои новогодней елки должны работать слаженно и профессионально. На хрупких плечах сказочной внучки лежит ответственная миссия – во всем помогать своему дедушке. Праздник всегда начинается с приветствия Снегурочки. Всегда первая должна зайти Снегурочка, посмотреть на деток, поздороваться с ними. А потом, как всегда, мы зовем самого главного гостя в нашей программе – это Дед Мороз. Снегурочка всегда должна следить за детками. Она должна их подбадривать, всегда должна подводить к Деду Морозу. Спрашивать стишки. И должна быть активной в момент, когда приходит Дед Мороз. Анастасия Феер уже год работает в этой сфере. Говорит, в ее творческой профессии есть множество плюсов. Во-первых, Снегурочку всегда ждут с нетерпением. Во-вторых, эта деятельность дарит много новых знакомств. А в-третьих, радовать и удивлять всегда приятно. На любом новогоднем празднике Снегурочка должна выглядеть на все сто. Каким будет грим, зависит от формата мероприятия. На сцене внучки Деда Мороза надо выглядеть как можно ярче. А на детском празднике приветствуется естественность. Обязательным атрибутом образа Снегурочки является головной убор. И, конечно же, шубка. Первой, кого видят детишки на празднике, это Снегурочка. Поэтому она должна быть доброй, отзывчивой и приветливой. Всем улыбаться, делать комплименты и, конечно же, настроить на нужную волну для встречи с Дедом Морозом. Открывайте шире двери, заходите поскорее. Новый год ввлекает круг всех друзей и всех подруг. Чтобы было интереснее, веселиться будем вместе. А мы со Снегурочкой вдвоем этот праздник проведем. Специалисты утверждают, если глаза собеседника находятся на одном уровне, то между ними возникает доверие. Этим приемом пользуются и Снегурочки. Анастасия Феер признается, в ее профессии нужно не только обладать отличными актерскими навыками, но еще и разбираться в психологии детей. Снегурочка должна быть добрая, она должна любить деток. Она должна всегда быть дружелюбной и дарить всегда радость и тепло детям. С детками очень легко работать, это интересная работа. Сказочная героиня новогоднего праздника должна быть коммуникабельной и находчивой, уметь общаться с публикой, обладать чувством юмора, иметь в арсенале множество стихов, песен и игр, а главное – любить свою работу. С Раступающим Новым Годом! Алан, мне интересно, а Снегурочка перед Новым Годом диету соблюдает? Я думаю, что вряд ли. Ну и выбор-то у нее невелик, потому что, учитывая привычный внешний облик Деда Мороза, такого большого, я думаю, съедает все он. Время завтрака, друзья. Который мы обычно съедаем тоже. Юрий, доброе утро! Пойдешь, Снегурчик, познакомьтесь. Юрий, доброе утро! Доброе утро! Практически предновогодние у нас такие дни. Чем порадуем сегодня мы наших телезрителей, каким завтраком? Какие симпатичные. Сегодня мы порадуем телезрителей панкейками, вкусными, классическими, американскими панкейками. Панкейками, то есть блинчиками? Ну, то есть да. Начинка не имеет, я насколько помню, разнообразную, но в нашем случае у нас сегодня… У нас будет малиновый джем. Отлично. Отлично. А вот этот желтенький – это что? Это сливочное масло. Растопили уже. Ага. Давайте. Сахар, яйца. Приступим. Молоко, мука и разрыхлитель. И это что у нас? Разрыхлитель. Поехали, поехали. Возьмем три чашки. Возьмем три чашки, нам нужно будет отделить желток от белка. В данном случае все дело благодарным. Это ответственная миссия, мы поручаем Молану. Потому что нам еще не нужно кто-то резать. Белок в одну, желток в другую. Желток в другую. Скажите, Юрий, мы уже подключим сковородочку, чтобы она… Да, не нужна. Не нужна. То есть она не нужна нам сильно раскаленная? Она нам нужна, но она быстро нагреется. Все понятно. И чтобы они не подгорели, а были такие симпатичные, румяные. Они не должны быть на очень сильно раскаленной сковороде. И жарятся они также без добавления какого-либо масла на сковороду. Скажите, нам в данном случае понадобятся желтки или белки? Или мы их смешаем? Нам понадобится и то, и другое. Вы что-то будете делать в это время? Мы ждем Алана, потому что мы все будем добавлять туда. Желтки и белки. Да, мы ждем тебя, Алана. Смотрите, я вам покажу, как это делается. Юрий, особенно для вас. Последний я тоже помогу тебе. Нет, одну не надо. Одну оставляем? Только три? Ага, все, хорошо. Ну что ж, у нас наши желтки готовы. В желтки добавляем 2 столовые ложки сахара. Но можно, конечно, и по желанию по своему. Можно и больше, можно и вообще не добавлять сахара. Кто как любит. Да. Так, именно в желтки добавляем на 3 желтка 2 столовые ложки сахара. Давайте, может быть, я вам помогу? Я в темноте добьюсь вот этого идеальной формы, я максимально желтки... Это не обязательно. В белки нам сейчас нужно добавить соль. Буквально посолить. Буквально чуть-чуть, щепотку. Скажите, а до какой консистенции мне нужно это взбивать? В однородную массу. Ага, то есть, чтобы сахар растаял, да, максимально получается? Так, процесс пошел. Алан, самое ответственное задание. Так. Превратить белок в пену. То есть, в принципе, если у кого-то есть миксер, да? Миксером будет намного удобнее. Быстрее, да. Быстрее, да. Это надо прям делать быстро, чтобы образовывалась пена. Давайте, может быть. Судя по всему, Алена, ты вот с этим уже сталкивалась, да? Алана, вы добавьте, влейте молоко. Сколько молока добавляем? Молока мы добавим 200 грамм. 200 грамм молочка. Юрий, правильно? Да, правильно. Вот прям пена при пене, да, должна быть? Прям пена при пене. Сильная. Работа кипит, я бы сказала, у нас. Что-то мне обычно на этих... Юрий, а вот вы чем займетесь? А я сейчас масло волью-ка в миску. Да, давайте включаем пока плиту. Да, давайте. Так. Скажите, вот такая пенка или еще нам нужно? Еще. А в моем случае достаточно? Да. У меня есть. Окей. Давайте я помогу зажечь. Первым отправляется... Пена еще нужна. Еще нужна пене. Да. Что-то прям была воздушная пена. Она придаст панкейкам саму воздушность, саму консистенцию. Потом мы это будем все смешивать? Да. В самом конце. Я просто привык, что обычно мне дают сразу несколько яблок банановые, все зарезать, а тут взбиваем. Практически все готово. Возьмите любую начинку, получается, которая есть в доме. У нас вот... Да, можно мед, можно сметану, можно любое варенье, что у вас имеется. Можно даже без начинки их есть. А почему мы выбрали маленькую конфорку? Нам не нужен сильный огонь. Хорошо. И его лучше убавить. Даже еще меньше нужно сделать. Да, до минимума. Хорошо. Ну что ж, Юрий. Так, теперь добавляем муку сюда, в желтки, да? Да, добавляем муку. Сколько ложечек? Добавим три столовые ложки. И опять-таки будем это смешивать, да, все, чтобы не было комочков. Я тем временем помогаю уже добиваться вот этого результата, пенного состава. Я не знаю, конечно, какой должен быть воздушный, можно превратить его... Он должен быть прям воздушный-воздушный. Смотрите, Юрий. Сейчас мы добавим сюда сливочного масла. Ага. Одну столовую ложку. Так. А жарить будем тоже на сливочном? Нет, жарить мы будем вообще без масла. А-а-а. На сухой сковороде. Масло у нас топленое получается какое-то, да? Давайте, да, еще добавим муки, чтобы оно быстрее... Взялось, да? Да, взялось. Консистенцию у вот этой массы нужно сделать такую, как у обычных блинов, в принципе. Ну вот, друзья, я думаю, для всех телезрителей и телезрителей заметно уже стало, что самый основной процесс и самые достаточно сложные трудоемкие – это вот добиться вот этой консистенции, которая необходима для панкейков. А все остальное – это уже минутное дело. Вообще масса получается очень красивая такая. Хочется уже просто вот взять и попробовать. Да. Все, давайте теперь смешаем. Давайте. Смешиваем все. Хорошо, да, да. Не венчиком смешиваем. А почему? А равномерно, потому что венчиком мы можем перебить эту всю массу. А нам надо перемешать желтки с белками. Что ж, сколько тонкостей. Вообще. Даже мы, видавшие виды кулинары, удивлены, Юрий. Все время венчиком, а тут, оказывается, нельзя. Я раньше это готовил белорикотты, то есть кто быстрее. Так. Ну как, приблизительно. Масса перемешалась уже, даже и готова. Все, давайте теперь будем выпекать. Давайте, Юрий, поменяемся местами, да? Главное, чтобы у нас сковородка не… Я ее буду держать. Да. Не скатилось. Да, поехали. Панкейк ему не обязательно придавать форму, когда мы его выливаем. Он сам возьмет себе форму, какая ему нужна. У нас такой самостоятельный панкейк, да? Если блинчики обычно принимают форму всей сковородки, то панкейк в данном случае занимает площадь серединки такой, да? Да, но можно на сковородке печь не один панкейк. Если сковородка побольше, можно сразу четыре. От размера все зависит. На панкейке они такие потолще, чем блинчики обычно. И я думаю, тоже можно выбрать по желанию, потому что иногда я наблюдала, у кого-то они совсем маленькие, да? Да, да, да. У кого-то побольше. Все зависит от вас. Можно я вот так возьму? И довольно-таки быстро, да, это все печется? В принципе, да. Если это консенсация… Полторы-две минуты. На панкейке, вот когда появляются пузырьки, в принципе, он уже готов. То есть можно переворачивать? Так. Посмотрим. Так, я возьму фраза. А это нужно постоянно, да, немножко поддевать, чтобы он не прилип? Нет, не обязательно. Если сковородка у вас антипригарная, то это не обязательно делать. Так. Значит, на каждый блинчик минуты полторы. Да, в общем. В нашем случае, я думаю, продемонстрировать мы можем именно этот первый панкейк и украсть его правильным малиновым вареньем. А давайте, пока вы допекаете это все, я уже немножко оформлю нашу тарелочку, да? А, ты хочешь по-своему, да, как-то? Угу. Так. Выложим. Угу. Сверху могут отправиться любимые ингредиенты, а даже я вот увиденное наблюдаю просто, я бы порекомендовал даже, может быть, пару кудолик какой-нибудь любимого фрукта, который у вас дома. Да, конечно. Это могут быть даже обычные банальные яблоки, не говоря уже о киви или бананах и так далее, которые тоже придадут ей аромат, естественно, для всего вашего завтрака. Мы желаем всем, как всегда, приятного аппетита. Впереди огромное количество интересных новостей. Набирайтесь энергии на весь день. Ну, а мы продолжаем печь дальше. Да. Кто больше всех рад лесной красавице? Конечно, усатые полосатые. Ни один уважающий себя кот не пройдет мимо мишуры и блестящих гирлянд. А уронить новогоднюю елку для котов задание особой важности. Собаки тоже проявляют неподдельный интерес к главному атрибуту зимнего праздника. Но в отличие от героев предыдущего ролика, они знакомы-то с елкой весьма осторожно. Любопытство не знает предела. Яркий элемент праздничного декора – новогодний носок, как магнит притягивать домашних питомцев. Гирлянды дарят новогоднее настроение, создают атмосферу волшебства. Эти мерцающие огоньки надолго приковывают к себе внимание. 25 января на церемонии зажжения огня в Астане в Назарбаев университете будет исполнен гимн эстафеты огня студенческих игр. Еще больше интересной информации о Всемирной зимней универсиаде в материале Жулды Салимовой. Совсем скоро в Алматы на Всемирную зимнюю универсиаду начнут съезжаться спортсмены и их представители. Жить они будут здесь, в специально отстроенной атлетической деревне. А прямо сейчас мы сможем посмотреть, что же есть внутри этого комплекса. Строительство атлетической деревни началось два года назад и завершилось в августе. Сейчас объект полностью готов ко встрече гостей. Жилые блоки могут вместить до 5000 человек. Подготавливаемся полностью к заезду, к основному заезду, который состоится 24 января 2017 года. Это официальная дата открытия атлетической деревни. В этот день мы встречаем максимальное количество гостей. Страна-участницы прибывают в этот период. Ну, уже непосредственно до 11 февраля 2017 года. Для комфорта спортсменов и делегаций на территории атлетической деревни предусмотрено все необходимое. Здесь есть почта, интернет-кафе и даже супермаркет. Следить за обширной площадью помогают камеры видеонаблюдения, установленные по всему периметру. Редко 500 видеокамер находятся по периметру всей атлетической деревни. Это, соответственно, опорный пункт полиции. Вот справа от меня будет стоять. Здесь будет религиозный центр, где представлены 6 видов конфессий, куда могут ходить наши атлеты. Это молодежный досуговый центр. Это отделение банка. Это полноценная поликлиника на 100 посещений в день рассчитанная. Это полноценный фитнес-центр. Воротами в атлетическую деревню станет здание пирамиды, главный информационный и аккредитационный центр. Именно сюда будут съезжаться все делегации. В этом здании пройдет регистрация спортсменов. По всем возникшим вопросам они смогут обращаться к сотрудникам информационных служб. Здесь на первом этаже находится основное помещение, где мы встречаем наших гостей, встречаем атлета, встречаем глав делегаций. Это так называемая международная зона, где они проходят аккредитацию и подготовку к поселению в атлетическую деревню. Они проходят контроль, маленькую очистку, система безопасности. Это очень важно, потому что главная задача всей атлетической деревни прежде всего обеспечения безопасности наших спортсменов, проживания на территории и деревни, и всех спортивных объектов. Во время универсиады здесь будет многолюдно, говорят организаторы. Именно в этом здании расположена столовая на тысячу мест. Повара предложат спортсменам не только блюда разных стран, но и специальное меню, предусмотренное их тренировочной программой. Кроме этого, этажом выше находится небольшой музей музыкальных инструментов, место, призванное познакомить зарубежных гостей с казахской культурой. А вот войти в так называемую чистую зону, место проживания гостей, смогут только спортсмены и тренеры. Перед этим им нужно будет пройти проверку и поэтапную аккредитацию. В жилой блок за ними не смогут последовать даже волонтеры. Мы создаем комфорт для нашей сборной. Давайте любить своих. Поэтому вот блок, который находится за моей спиной, 10-й блок, он на сегодняшний день определен как жилой блок для нашей национальной сборной. Этот вопрос уже согласован с Федерацией студенческого спорта Казахстана. Они уже приезжали с инспекции, то есть осмотрели. Такая большая и обустроенная территория, конечно, не могла быть построена только ради спортивных состязаний, пусть и мирового уровня. После завершения игры атлетическая деревня сможет принять жителей Алматы. Ведь этот объект, так же как Ледовый дворец Алматы-Арена и спортивный комплекс Халык-Арена относятся к наследию универсиады. По наследию универсиады это большой новый микрорайон, в котором, опять же, сохраняются практически все функции, которые будут задействованы в период проведения игр. Соответственно, здесь жилье будет раздаваться по госпрограмме. Здесь будет большой полностью микрорайон. Вместимость его будет составлять порядка 5000 человек здесь могут проживать. Вся эта территория занимает 24,5 гектара. Это первая атлетическая деревня в истории всемирных универсиад. Раньше на таких соревнованиях спортсмены не проживали в одном месте. Здесь собраны все необходимые удобства для гостей. В том числе в двух шагах находится стадион Алматы-Арена, на котором пройдут торжественные церемонии, открытия и закрытия 28-й всемирной зимней универсиады. Жулы Салимова, Роман Ван, Жанакун. Зарубежные астрологи уверены, в год огненного петуха удача улыбнется смелым людям. Ну а еще 2017-й будет благоприятен для начала новых романтических отношений. Так ли это, нам расскажет астролог, который у нас в гостях. Анастасия Водяникова. Анастасия, здравствуйте. Доброе утро. Анастасия, доброе утро. Главный вопрос всех сейчас, который может быть адресован к астрологу. Каким в целом будет год петуха? Год петуха на самом деле такой поворотный. Распадается один достаточно серьезный аспект, который принес нам, я бы сказала, больше потрясение, чем радость. И вот когда он распадается, ну, с одной стороны, мы испытываем облегчение, но с другой стороны, мы понимаем, что вот резко сразу ничего не происходит. Но тем не менее, очень-очень радует, что очень много негативного осталось позади. То есть все-таки поворотный год, вы имеете в виду, перемены будут к лучшему? Вы знаете, не только чтобы перемены, а, скажем так, наметится вектор перемен. То есть осуществлять мы будем их еще на протяжении долгого времени. Вот, ну, скажем так, намеченный вектор – это уже, согласитесь, огромный плюс. Конечно. А какие перспективы нам сулит все-таки петух в карьере, в личной жизни? Ну, петух карьерист, на самом деле. Петух себя вообще достаточно уверенно чувствует только тогда, когда он забрался очень-очень высоко. Но вместе с тем петух – домашняя птица. Вот вспоминайте, как бы высоко он на жердочку не поднялся, со своего двора он не уходит никогда. Вот эти вот качества, то есть умение и понимание, чего я хочу достичь, видение той самой высоты, на которую важно взобраться, это очень важно в этом году. Ну и, безусловно, помнить о своих каких-то личных приоритетах. А что в себе нужно поменять? Может быть, какие качества в себе нужно развить, чтобы быть успешным в год петуха? Ну, вы знаете, безусловно, вот это вот стремление и умение идти вперёд, это сыграет огромный, уйдёт в плюс. Вот, поэтому я бы сказала каждому, пожалуйста, не бойтесь, то есть ваши вершины вас ждут. Вы можете, безусловно, ошибаться, но только, пожалуйста, не останавливайтесь. Слушайте, говоря о петухе, если мы, может, так окунаемся, на самом деле, в историю, которую нам известно с детства, что связано с этой птицей, он достаточно воинственный такой, драчунь. Задира. Ну, ещё бы, ещё бы. Поэтому умение, мне кажется, за себя постоять в этом году тоже пригодится. И как эта птица отнесётся к каждому из знаков зодиака? Вот, продолжим, можно по стихиям. Ну, давайте, раз по стихиям, то хорошо. То есть фаворитом стихии в этом году будет земля. Причём, так скажем, особый бонус будет у козерогов. Вот, козерог, он очень-очень по своим качествам приближен к качествам петуха, это безусловно. То есть он бойцовский, он хорошо видит для себя цели, он умеет быть даже аскетичным, если это потребуется. Вот. Ну, что касается девы и тельца, они, конечно, не столь воинственные, но они практичны. И они тоже не стремятся уйти дальше своего, ну, так скажем, своей территории. Вот. Ну, если говорить о знаках воды, здесь я бы предпочтение отдала скорпионам. Но скорпионы должны быть очень осторожны до осени этого года, потому что, если вдруг будут совершены ошибки, они их почувствуют только в конце. Поэтому я бы им из души желала не то, чтобы не совершать ошибок, от этого никто не застрахован, но при наличии ошибки, скажем так, исправлять её вовремя. Вот. Ну, раки и рыбы – это вот водные знаки, да? То есть, вот, ну, скажем так, отголоски удачи будут рядышком с ними, поэтому их задача – не упустить эту удачу. Ну, что касается огненных и воздушных знаков, вот здесь, скажем так, при всём том, что они склонны держать инициативу, но огненным и воздушным знаком очень тяжело сосредоточиться на том, что рядом с ними. Вот как-то их манят горизонты, их манят высота. Поэтому, если они сумеют сосредоточиться на том, что рядом с ними, безусловно, они уйдут тоже в плюс в этом году. Поэтому, на самом деле, несмотря на то, что астрология понимает, что векторы обозначены очень конкретно, тем не менее у нас есть большой диапазон, в рамках которого действует свобода воли. Все эти знаки, которые сейчас озвучили, я думаю, по той стороне экрана сейчас обнадёжили себя уже, более уверенно себя чувствуют. Анастасия, вам огромное спасибо. Спасибо, очень детально всё рассказали. Поздравляю вас с наступающими, со всеми событиями и праздниками новогодними. И пусть, на самом деле, новый наступающий 2017 год для нас всех принесёт главное мир и добро. Ой, вот хорошие слова – мир и добро. Приходите к нам почаще. Спасибо. В этом году казахстанские кинематографисты постарались на славу. Режиссёры представили на суд зрителей картины разных жанров. Сегодня мы расскажем вам о некоторых из них и вашему вниманию краткий обзор отечественных лент. 2016 год стал урожайным для отечественного кинематографа. Именитые режиссёры и дебютанты порадовали зрителей картинами на любой вкус и цвет. Многие из них полюбились жителям нашей страны. В этом году Нуртаса Дамбай представил продолжение комедии «Келинка Сабина 2» – фильм о новых приключениях знакомой всем героине. После на экран вышла криминальная драма «Тарас». В 2016-м казахстанцы увидели романтическую комедию «Он Алтыхыс» режиссёра Канагата Мустафина. Не так давно кинотеатры показали фильм района Акана Сатаева. Ты вообще кто? Ты мне нравишься. Очень. Общий салам. Ты что, не мог мне сказать? Режиссёр Устем Абдрашев по занавесу уходящего года представил картину «Алмазный меч». В середине декабря в Астане пришёл премьерный показ ленты. В широкий кинопрокат фильм выйдет уже 5 января. Он снят по мотивам первой части трилогии «Ляса Синберлина. Кочевники. Алмазный меч». Картина повествует об истории создания казахского ханства. Декорации строились специально для фильма «Алмазный меч. Казак или 550-летие у казахского ханства». Эти декорации изображают дворец Шибани хана, внука Абулхайр хана, основателя государства кочевых узбеков. Одним из самых ожидаемых проектов этого года стала масштабная картина Акана Сатаева «Дорога к матери». Генеральным продюсером фильма выступила Алия Назарбаева. Основные действия ленты разворачиваются в годы Великой Отечественной войны. Эта история повествует о силе материнской любви и умении ждать, не теряя надежды. Главную роль исполнили Алтанайна Гербека, Аделя Ахметов, Аружан Жадельбекова и Берий Кайджанов. Съемки этого фильма проходили в Казахстане, Азербайджане и Беларуси. Над созданием исторической драмы работали более двух тысяч человек. Особое восхищение у зрителей вызвали батальные сцены. На примере фильма «Валматы» режиссер не скрывал своих эмоций. «Я сейчас, можно сказать, счастлив, потому что я видел реакцию зрителей, первых зрителей. И я думаю, что те авторы фильма, мы, наверное, довольны тем, что имеем этот результат». В этом году зрители по достоинству оценили фильм «Замуж 30» Оскара Бесембина. Режиссер снял эту картину всего за 21 день. Генеральным продюсером комедии выступила Асель Садвакасова. Талантливая актриса также исполнила главную роль в ленте. Фильм, я думаю, очень актуален в наше современное время. И дело тут не в возрасте именно 30. Рассказывает о том, как девушке очень хочется выйти замуж, но у нее все никак не выходит, не получается. Я думаю, фильм получился самым, главное, качественным. Сценарий был полностью написан очень правильно. Я думаю, хорошо были подобраны все актеры. И я горшусь этой картиной, искренне могу сказать. Зарядиться позитивом казахстанцы смогли при просмотре комедии «Гламур для дур». Идея фильма с таким эпатажным названием принадлежит известному режиссеру Оскару Забаеву. Сюжетная линия построена вокруг отношений между тремя главными героями. Их мысли и желания понятны близким миллионным жителям страны. Идея фильма о людях, которые очень много времени проводят в интернете. А вернее, о девочке. И которая посредством интернета хочет стать счастливой. Знаменитой и богатой. Съемки начались в мае. Они длились около 23 дней. Единственное, нас подводила погода. В силу того, что в Алма-Ате в летний период было очень дождливо. И у нас просто выпадали некоторые съемочные дни. Казахстанский кинематограф развивается семимильными шагами. Картины отечественного производства находят признание не только на родине, но и за рубежом. Тем временем, кинозрители уже с нетерпением ждут новых премьер, но уже в 2017 году. Когда в семье больше одного ребенка, родители не понаслышке знают, что такое детская ревность. Подробнее об этом мы поговорим с директором Центра психологии Виктором Гребенниковым. Виктор, доброе утро. Доброе утро, Виктор. В чем же кроются причины детской ревности? Причина на самом деле очень проста. Ребенок, когда он один, он привыкает, что все внимание ему. Он чувствует себя центром вселенной. А когда появляется второй малыш, он чувствует, как все внимание, которое было к нему, начинает перетекать к его брату или сестренке. И он чувствует в этом конкуренцию. Естественно, это его очень сильно задевает. Первенец не то, чтобы эгоист, но просто это по очевидным причинам он вынужден такое считать. В каком-то смысле привычка, что он привык, что все внимание на нем. А как проявляется, собственно, эта детская ревность? Проявляется в двух вариантах. Первый – это ненависть, протест против второго малыша. Иногда кусает его, щипает, пытается придышить. Споттишка. Да, потому что хотят отомстить. Злости очень много. Вторая – это привлечение внимания родителей. Ну, как-то начинает себя вести, чтобы прям вот все внимание специально на них концентрировалось. Виктор, скажите, как подготовить ребенка к появлению малыша в семье? Это очень правильный вопрос, что надо именно готовить. Потому что проблема часто кроется в том, что просто не готовят малыша. Почему-то думают, что искренне он должен очень обрадоваться появлению брата или сестренки. Желательно разговаривать, причем не один раз. Мы знаем, что в среднем от трех до семи раз и до минимум, сколько раз надо поговорить. Причем надо именно предупреждать, показывать плюсы. А многие родители, они что делают? Они начинают спрашивать, хотел бы ли ты иметь братика или сестренку. Начинать издалека. Да. Нет, вот этот вопрос, хотел бы ли ты ребенка, он как бы повышает статус ребенка, как будто он решает, хочет он или нет. Да, это неправильная постановка вопроса. Мы как бы его делаем главным, понимаете? От этого ему еще больнее будет потом. Надо просто говорить, скоро у тебя будет братик или сестренка. Прими это как данность, да? Да. Ты будешь его любить, вы будете очень дружными. Ну, гипноз никто не отменял, давайте это скажем. Вы просто внушаете, подготавливаете, создаете установку ребенку, и со временем она примется, и будет очень легко ему тогда. А как избежать, если это, конечно, возможно, или максимально смягчить проявление ревности? Если родители видят проявление ревности, это значит, что ребенку не хватает внимания. Самое простое, что можно сделать, это обнять его, поцеловать и сказать, что мы тебя очень любим, но это твой братик или сестренка, поэтому люби тоже его. А что делать, если старший ребенок не открыто проявляется в свою ревность, а делает это, скажем так, скрытно, и родители об этом догадываются, недолюбливает младшего, видно. Что делать? То есть напрямую, может быть, даже играет роль очень любящего брата или сестру. Но в реальности... Ну, самое простое, что может сделать родитель, это тоже с ним разговаривать и говорить, что мы вообще-то любим тебя, может быть, даже больше. Просто вот сейчас внимание, когда ты был маленький, ну, именно такую разъяснительную больше работу производить, таким случаем, и больше хвалить. Это же что означает? Что ребенок просто недополучает то, что он хотел или привык получать, поэтому просто больше хвалить, нагружать его, быть в контакте, чтобы он не чувствовал, что им как-то меньше занимается. Слушайте, когда мы говорим о такой вещи, как ревность, нам автоматически хочется возложить всю ответственность на ревнивца. Но в данном случае мы говорим о детской ревности, поэтому, если появляются подобные вопросы, родители разберитесь в себе сначала. Виктор, огромное вам спасибо. Спасибо. И будем надеяться, что это приятные, дельные советы. Многие сейчас родители окунутся наверняка в интернет, дабы более углубиться в эту тему. Спасибо. Спасибо. Спасибо.